Продолжение следует... А вы в курсе, что я люблю Сочи? Это не только признание в любви родному городу, но и целая городская программа. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня гость нашей программы – начальник управления социальной политики и администрации города Сочи Галина Пушкарь. Галина Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Галина Александровна, вы руководите управлением социальной политики не так давно, но в этой сфере уже трудитесь не первый год. Расскажите, как работает управление, какие важные проекты, над которыми сегодня управление работает? Для нас, для структуры и части администрации города важна работа с населением. И важно, чтобы люди, живущие в Сочи, они были инициативными и могли предложить какие-то свои интересные идеи, для того, чтобы наш город стал еще краше, еще интереснее и еще добрее по отношению ко всему тому, что происходит. Основные категории людей, с которыми мы работаем, это люди с инвалидностью, это многодетные семьи, это пенсионеры, это ветераны Великой Отечественной войны. И задачи, которые мы решаем, это оказание консультационной помощи, оказание помощи в тех вопросах, которые возникают у данных групп населения, и, конечно, организация и проведение с ними тех или иных мероприятий. Но это не просто какие-то праздники, а это проблемные встречи, это дискуссионные площадки, на которых иногда вырабатываются очень интересные идеи, которые впоследствии можно реализовать и принести пользу и целевой группе, которая к нам обращается, и в целом нашей территории, нашему городу. То есть речь идет в том числе и о социализации вот этих разных групп населения, правильно? Все, что мы делаем в рамках управления социальной политикой, направлено на то, чтобы каждая группа чувствовала себя удобно и комфортно в городе. Чтобы люди с инвалидностью могли не только в рамках инфраструктуры безбарьерной среды быть уверенными в том, что они доберутся до того или иного места, чтобы они могли быть принятыми на работу. Чтобы они могли прийти со своими детьми на то или иное мероприятие и получить внимание, увидеть для себя ресурсные вещи, которые могут порадовать, которые могут принести пользу. Ну вот как раз таки, что касается инвалидов. Как сегодня вовлечь их в активную жизнь и как они в эту жизнь вовлекаются? Очень много мероприятий для них сегодня проходит в городе. Я хочу сказать, что сегодня сообщество людей с инвалидностью в городе Сочи само по себе активное. Это наследие игр, которое позволяет нам работать с лидерами этого сообщества. И эти лидеры не всегда формально являются председателями каких-то организаций. Это люди с активной жизненной позицией, которые помогают нам, участвуя в тех или иных проектах, либо создают их сами. Нам очень часто в рамках нашей деятельности необходимо заниматься мониторингом безбарьерной среды. И здесь, помимо того, что есть экспертная позиция, есть позиция человека с инвалидностью, который понимает и видит те нюансы, которые иногда уходят от глаз эксперта. Но которые очень необходимы и важны для того, чтобы сделать комфортной данную среду. И я хочу сказать, что масса сообщества инвалидного сегодня с удовольствием с нами участвует в обходах, даёт свои советы. И я бы сказала, что есть такой девиз «Решая свою проблему, решает проблему сообщества». Скажем так, у нас есть очень активные творческие люди в инвалидном сообществе. Они пишут стихи и пишут песни, исполняют свои песни, рисуют картины, у них даже проходят выставки. И для нас это тоже важно и ценно, потому что мы, во-первых, показываем всему миру и нашим горожанам, что человек с инвалидностью — это не человек, который лишён каких-то возможностей. Это человек с максимальными возможностями, и у него есть возможность в нашем городе самовыразиться, быть принятым, быть услышанным. И это очень здорово. А можно ли несколько примеров, какие мероприятия, в которых они могут принять участие? Может быть, какие-то постоянно действующие проекты из года в год, которые у нас реализуются? С 1 по 10 декабря проходит «Декада инвалидов», и в рамках этой декады у нас есть много очень точек активности, в которых это и спортивные, и творческие точки активности, в которых люди с инвалидностью принимают участие. А сам приём главы города Сочи, который пройдёт в органном зале, творческая программа этого приёма составлена таким образом, что участниками концерта являются люди с инвалидностью. И в день города, который недавно прошёл, в рамках которого проходили конкурсы на лучшее стихотворение Сочи, «Лучшую песню о Сочи», там также принимали участие наши инвалиды. Я против того, чтобы создавать специальные мероприятия только для людей с инвалидностью. Да, этот подход, он уже сегодня не действует. И сегодня во всём мире и в современной России мы говорим о том, что есть инклюзивная среда, когда любое мероприятие, любая городская площадка, образовательная площадка, культурная площадка, спортивная площадка, она способна инфраструктурно, ментально принять человека с особенностями физического состояния. И это нормально. То есть мы сегодня, делая День инвалидов, мы хотим, чтобы он был инклюзивным. С нашей ведущей будет стоять рядом с роду переводчик. Артисты Сочинской филармонии, их номера будут перемежаться с номерами людей с инвалидностью, которые тоже достойно могут представить своё творчество. В сегодняшнем художественном музее у нас проходят выставки как знаменитых и именитых художников России, города Сочи, так и выставка Сергея Гриния, инвалида первой группы по зрению, которая привлекла очень много внимания и довольно-таки достойно выглядит. Ну и ещё вот отдельная группа инвалидов, с которыми вы работаете, это дети-аутисты. Вот когда началась эта работа, они так давно, вот прям плотно стали заниматься решением этой проблемы? Сообщество родителей, которые воспитывают детей с аутизмом, у нас очень активное в городе Сочи. И порядка полутора лет назад они пришли в кабинет к Ирине Васильевне, такими достаточно разрозненными и с большим количеством вопросов к системе образования, к системе здравоохранения города. И на сегодняшний день у нас уже есть две общественные организации родителей. Каждая имеет свою направленность, которые как раз-таки организуют деятельность и родительской общественности, и во взаимодействии с администрацией города родители, которые воспитывают детей с аутизмом. Одна из них возглавляет её Владимир Геронимович Рябцев, православная Кубань, и они работают с тяжёлыми формами этого заболевания. И вторая — организация «Радуга Сочи», они объединяют вокруг себя детей вообще с ментальной инвалидностью. И одной основной костяк — это, конечно, дети с аутизмом. Очень важно для нас, когда это сообщество родителей пришло с проблемами, задачами, которые было надо решать, важно, чтобы они создали своё общественное объединение, потому что это даёт возможности грантовой поддержки и вообще комплекса мер, когда мы обозначаем именно саму общественную организацию и помощь этой организации, то более охотно отзываются и бизнес, и общество, и какие-то другие структуры. На сегодняшний день мы активно продвинулись в теме инклюзивного образования, и в рамках декады инвалидов у нас также пройдёт круглый стол на эту тему. Мы движемся небольшими шагами в этом направлении, но всё-таки эти шаги есть, которые позволяют прийти через какое-то время к тому, чтобы ребёнок мог прийти в образовательную школу и получить образовательный продукт наравне с другими детьми без данного заболевания и не идти в интернат. Это очень важно. Примеры есть такие у нас сейчас? Это очень единичные примеры. Я бы хотела сказать, что тема инклюзивного образования, она активно сегодня развивается в России в рамках закона об образовании, и есть масса уже таких правовых мер, которые нам дадут возможность быть более динамичными в этой истории, потому что всё-таки тема инклюзивного образования, она связана с массой нормативных позиций, которые нужно выполнить, чтобы оно состоялось. Это не только доступная среда в школе, это готовность преподавателя работать с таким ребёнком, это готовность класса, классного руководителя, родителей и детей, которые будут находиться в этом классе, тоже принять и адекватно отреагировать на нового члена сообщества. Вы затронули тему доступной среды. Перед Олимпиадой большое количество объектов стали доступны для маломобильных групп. Вот сколько их сейчас, их, может быть, количество увеличивается? Здесь очень важно понимать, что нельзя сделать пандус на всю жизнь и сказать, что мы доступны. Доступная среда подразумевает и содержание этого пандуса в порядке, и содержание жёлтых полос для слабовидящих людей в порядке, и готовность персонала общаться с людьми с инвалидностью, быть сервисными для этой категории людей и понимать, что нельзя трогать инвалидную коляску. Это всё равно, что подойти к человеку без инвалидной коляски и попробовать его переместить или толкнуть, это вызовет определённую реакцию. Человек, зашедший с белой тростью, тоже не надо забирать у него эту белую трость или как-то там комментировать какую-то ситуацию. Мы сегодня работаем, конечно, в новом направлении по теме доступная среда. Это увеличение количества объектов, которые должны быть доступны. И с января 2016 года вступает в силу отсроченный такой 419-й федеральный закон. У него есть два срока вступления в силу. Это 1 января и 1 июля. В принципе, если сказать очень простым языком, закон о том, что неважно, какую услугу ты оказываешь, какой товар ты продаёшь, являешься ты коммерческим предприятием или государственной структурой, ты должен быть доступен. Причём доступность, она не дифференцируется, она объединена для всех категорий людей с инвалидностью. Это и инвалиды-колясочники, инвалиды по слуху, инвалиды по зрению, ментальные инвалиды, потому что там определённым образом должны быть размещены информационные стенды определённым шрифтом, персонал, который тоже готов оказать вашу услугу для того или иного лица с инвалидностью. И мы сегодня работаем со всем городским сообществом, в этом направлении, не только с государственными структурами, но и с коммерческими, готовя их к тому, что буквально через какое-то небольшое время мы вообще не будем говорить о том, что кто-то имеет право быть недоступным. Но мы сегодня в Сочи, мы в Сочи давно уже не говорим о том, что кто-то, оставаясь в нашем городе, имеет возможность пренебречь темой того, что он может быть недоступен. Ну вот мы видим, конечно, и плитку тактильную, и эти жёлтые полосы для незрячих. Кто поддерживает их сейчас в надлежащем виде? То есть какие-то специальные компании или администрация занимается этим вопросом? Расскажите. Территория города Сочи, та часть, которая относится к муниципалитету, естественно, она входит в наши бюджеты, и мы её обязаны поддерживать. Но та часть, которая относится к прилегающей территории тех или иных коммерческих структур, естественно, это входит в их обязанности. То есть это такая совокупная ответственность. Безусловно, ведущая роль здесь администрации города Сочи, муниципального бюджета, да, она значительна. И действует программа «Доступная среда», как государственная, региональная, так и муниципальная программа. На протяжении многих лет уже реализуется. В рамках этой программы закладываются средства, но нужно понимать, что, и чтобы не было ожиданий только от бюджета города, каждый, создавая какой-то свой бизнес или думая о той или иной услуге, он должен понимать, что сегодня, в связи с 419-м федеральным законом, мы вообще не ведём речь о том, что можно быть недоступным. Ну, работа Вашего управления, конечно, это не только работа с инвалидами, но и с пожилыми людьми. Вот как их вовлекаете в активную жизнь? Ведь многие вышли на пенсию и сидят дома. Допустим, как вытащить их из дома, привлечь к активной жизни, чтобы люди заняли активную жизненную позицию и были полезны обществу? Я хочу сказать о таком феномене города Сочи, как волонтёры серебряного возраста. Это люди, у которых, мне кажется, светятся глаза от каких-то идей или от их участия в тех или иных проектах ещё больше иногда, чем у молодёжи. И для них очень важно быть вместе, общаться, быть частью городского пространства, частью наших мероприятий и создавать свои мероприятия. Плюс в городе Сочи есть хор ветеранов. Причём он есть в каждом районе. Эти традиции, они имеют такую многолетнюю историю. И это сообщество, которое мы почитаем, уважаем. И скоро в Сочи пройдут хоровые игры. Я уверена, что частью этого проекта станет и хор ветеранов нашего городского сообщества в той или иной степени, в каких-то наших приёмах, в каких-то городских мероприятиях, которые будут проходить в связи с этим всемирным проектом. Я хочу сказать ещё, что это люди, которые умеют объединяться и умеют показывать свои какие-то интересные проекты. Уже много лет в Сочи действует творческая мастерская, где активно пишут стихи, рассказывают их друг другу. Два года подряд мы делаем летний проект «Поэтический балкон». Библиотека имени Пушкина. Там каждую пятницу собирается наши пожилые люди. Они пишут стихи, обмениваются своим творчеством. И вот в течение лета, каждые выходные, они с балкона читают публично. И это очень красиво, очень интересно, очень трогательно. Свои произведения поют, песни, которые сочинили. И начиная этот проект, мы где-то находились в каком-то скепсисе небольшом, но мы видим, что он пользуется популярностью. Отдыхающие идут с моря, останавливаются, слушают, иногда присоединяются к чтению, спрашивают разрешение, а можно я прочту свои стихи. И сегодня это такая очень классная мультикультурная площадка, которая поддерживает наши пожилые люди, и являются героями этой площадки. И мы им очень гордимся. То есть людям старшего поколения есть чем заняться сегодня в городе, они активно вовлечены в нашу жизнь? Я хочу еще сказать о том, что мы активно привлекаем их к спортивным проектам. И все наши марафоны, которые мы проводим в рамках Дня пожилого человека, так совпало, что когда была декада Дня пожилого человека, был там некий краевой кросс, который все должны были пробежать. И мы провели переговоры с департаментом спорта, спросив о том, что могут ли наши пожилые люди прийти и тоже бежать. Во-первых, у нас была целая команда взрослых, таких вот бабушек и дедушек, которые пришли и приняли участие в этом. И самые пожилые участники получили кубки в рамках этого марафона. И это здорово. Здорово, потому что, правда, не надо сидеть дома. И здесь вопрос не только в том, кто тебя должен вытащить, взять за руку или куда-то привезти. А сегодня все городские площадки в культуре, в спорте, в творчестве, в каких-то социальных проектах, связанных с деятельностью волонтеров серебряного возраста, они открыты. И я хочу сказать, что наши волонтеры серебряного возраста, они и на Формуле-1, и они и на новой волне. И это, правда, какое-то вообще новое свежее дыхание в жизни, когда ты вышел на пенсию, и тебе некогда сидеть дома. Потому что в Сочи столько проектов, где в любом возрасте можно себя проявить. Это очень здорово. И еще я сегодня уже упоминала хартию «Я люблю Сочи». Что это за программа? Кто ее вообще придумал? Чья это идея? И для чего она нужна? Всегда после игр в тех городах, в которых они прошли, эксперты наблюдали такое вот снижение, какое-то полудепрессивное состояние населения, потому что было много событий, все эти события были ститулованными медийными людьми. И то, что остается в дальнейшем, после того, как это все прошло, это ожидание у населения, что снова и снова будут новые герои на наших площадях, мы сможем снова общаться со звездами и так далее. И понимая эту ситуацию, главой города был инициирован такой гуманитарный проект, как «Хартия «Я люблю Сочи». В принципе, Хартия посылает людям следующие такие напутствия, которые являются просто элементарными ценностями жизни. Это любить свой город. Что это значит? Держать его в чистоте, в порядке и делать его модным. Если вы заметили, то в дню города у нас все хозяйствующие субъекты, у них были такие красивые осенние листики на витринах, и где-то там было написано с праздником. Скоро Новый год, и наши витрины снова оденутся в красивые новогодние какие-то наряды. И это позиция жителей города, которые где-то кто-то работает в магазине, кто-то работает в больнице, кто-то работает в школе. Но тем не менее, когда мы идем в городском пространстве, то мы оказываемся вот в таком общем, красивом, модном месте, которое желает всем добра и поздравляет с теми событиями, которые сейчас происходят. Следующий посыл Карль Харти, что я берегу здоровье и занимаюсь спортом. Абсолютно тоже общечеловеческая тема, которая объединяет очень многих людей. И у нас есть и утром, и вечером едешь на работу, идешь с работы. Очень много людей, которые просто бегают вместе. И это здорово. И к ним можно присоединиться всем желающим. Я знаю, что наш Сергей Гринь, инвалид первой группы по зрению, он тоже является членом бегового клуба. И активно бегает, и ребята его поддерживают. Кто-то является ведущим, за кем он бежит, и это здорово. Следующий посыл Харти про то, что я культурный человек, любознательный человек. И это про историю того, что сегодня и в органном зале, и в зимнем театре, и на других многих культурных площадках города проходят интересные и культурные события, и спектакли, и концерты. И человек, который живет в Сочи сегодня, он обязательно должен стать участником, посетителем этих площадок. И обращение главы города, оно в том числе, что да, приобщайтесь к той культуре, которая сегодня есть в нашем городе. День города, который недавно прошел, он как раз-таки был про мультикультурность города Сочи, про многонациональность города Сочи, и про то, что мы сегодня гостеприимны и открыты для всех культурных, творческих историй. Еще один посыл говорит о милосердии, о доброте. И это очень важно. Не проходите мимо тех, кто просит милостыню, не для того, чтобы ее дать, а для того, чтобы спросить, почему здесь человек оказался, какая ему нужна помощь, с чем связано его пребывание вот в таком состоянии. Милосердие — это еще и про то, что если мы видим пожилого человека с тяжелыми сумками, подойдите к нему и помогите их донести. Если мы видим, что неважно, какой возраст у этого человека, мужчина это или женщина, что ему как-то нехорошо на улице, тоже надо спросить, в чем дело, вызвать скорую помощь. Просто не проходить мимо какой-то беды. И, на мой взгляд, еще тема соучастия, тема гражданской позиции, она и в том, что если вы идете по улице и видите какой-то мусор, бумажку, да поднимите ее и выбросите в ближайшую урну. Это тоже про гражданскую ответственность, про то, что сегодня быть сочинцем, быть горожанином — это быть активным, быть включенным в ту среду, в которой ты находишься, и быть бережным по отношению к этой среде. А много ли уже людей подписались под Харти? Я знаю, что подписываются целыми организациями, целыми какими-то сообществами. Мы, Хартия начала действие свое с 2014 года, и мы привлекаем к ней, к возможности присоединиться всех желающих. Мне сложно сказать, какое количество сейчас, но я знаю, что коллеги в образовании полностью ее поддержали, в культуре, в спорте. У нас было специальное подписание санаторно-курортной отрасли в поддержку данной Хартии, потому что это тоже очень такая важная, сервисная сторона, с которой сталкиваются гости нашего курорта. Хартия нашла отклик во всех наших бизнес-структурах, потому что Хартия, она про то, что сегодня важно и ценно быть красивым, модным, спортивным, добрым, отзывчивым и открытым. И это ценности, которые разделяют все люди. Мне кажется, нет человека, который мог бы сегодня сказать, что он не готов поддержать Хартию. Есть только люди, которые могут добавить в нее еще каких-то таких классных посылов. И я хочу сказать, что на всех площадках, дискуссионных с другими городами, либо презентационных площадках, везде, где мы говорим про Хартию, она привлекает внимание. И люди с удовольствием берут наши плакаты, потому что она компактна, она хороша, и она про те ценности, которые сопровождают каждого из нас в этой жизни. Галина Александровна, спасибо большое за очень интересный и, главное, полезный разговор. Я напомню, что в нашей студии сегодня была начальник управления социальной политики и администрации города Сочи Галина Александровна Пушкарь. А вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет город Сочи. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!